Дорожный технический надзор Дорожный технический надзор Дорожный технический надзор Это о безопасности колесных транспортных средств и основных наших правил дорожного движения. В данных правилах прописано конкретно уже требования к рулевому управлению, к тормозным системам. Также прописано к общей обзорности, к требованию к изменению конструкции, а также к специализированным транспортным средствам относительно бензовозов, относительно скорой помощи и фургонов, и грузовых машин. В частности, можно отметить тот факт, что теперь все нормативы и технические данные у нас теперь указаны в техническом регламенте, а куда идет ссылка с этого самого перечня. Одно из таких глобальных изменений, это как раз обзорность, про которую вы сказали, лобовые стекла. У водителей очень много вопросов, потому что появлялась информация, что нельзя теперь и видеорегистраторы вешать, и ничего нельзя вешать. Давайте внесем ясность, что теперь у нас может быть размещено на лобовом стекле и может ли быть вообще что-то там размещено. Требования по обзорности в данном случае все конкретно разъяснено. И если раньше отдельно у нас ссылались на технический регламент при наказании людей за чрезмерную тонировку передних стекол автомобилей лобового стекла, теперь уже в правилах дорожного движения конкретно указано, что у нас транспортные средства допустимой светопропускаемости лобового стекла и боковых стекол у нас составляет 70%, касаемо бронированных стекол 60%. Какой вопрос больше всех сейчас волнует? Уже разъяснение по поводу установки всяких устройств, гаджетов, навигаторов, регистраторов. Тут немножко посложнее. Техническим регламентом у нас установлен такой термин как обзорность. Но там техническое размещение этих зон, распределение этих зон, все находится в пятой главе технического регламента. Отдельно хочу сказать, чтобы не вносить путаницу, в зоне очистки лобового стекла дворников размещать ничего нельзя. В любом случае, если, например, за зеркалом заднего вида вы поставили регистратор, в принципе это допустимо. Но хочу предупредить, в любом случае водителей, так как некоторые устанавливают себе планшеты, используя их как навигаторы, изначально это субъективное понятие и очень сильно влияет на безопасность вождения. И если вам что-то конкретно мешает, то выбирайте лучше отсутствие этого гаджета, чем нарушение требований безопасности. Просто можете в любой момент не заметить того, либо самого пешехода, там какое-то животное. Ну а вот как любят многие водители автобусов вешать, лисьи хвосты, что-то еще, какие-то иконки, какие-то вымпелы. Это допустимо? Понимаете, тоже надо смотреть по зоне очистки дворников. В принципе, у нас техосмотр проходит, ну вот скажу еще добавлю, у нас трещина на лобовом стекле допустима только вне зоны водительского дворника. Вне зоны водительского дворника. Если в зоне водительского дворника что-то вам мешает, это недопустимо. Это недопустимо. За это будет штраф, то есть это входит в перечень неисправности, 500 рублей по статье 12.5, часть 1. Другой вопрос, сезонность шин. Внесли новые изменения, что если не ошибаюсь, летом нельзя ездить на зимних шинах, вот про наоборот, честно говоря, не помню. Да, сейчас разъясню, сколько было про это разговоров, вот внесли теперь ясность конкретно. И также опять эта же статья будет применяться, но у нас как бы страна большая, всяких климатических поясов много сделали таким образом. У нас зимой, это получается декабрь, январь и февраль, запрещено ездить не на зимних шинах. То есть маркировка МС, ну это, грубо говоря, липучка, ошипованные шины. На летних ездить в этот месяц нельзя. Что же касается летом, летом у нас запрещено ездить только на ошипованных шинах. Еще хочу добавить, что если у вас машина зимняя резина и спереди, например, ошипованная шина, сзади не ошипованная шина, то запрещено их комбинировать. То есть если у вас везде ошипованная, значит ставьте ошипованную. Везде, ну, образно говоря, липучка, значит везде липучка. Везде летняя, ставим летнюю. Комбинировать нельзя. Ну и соответственно с рисунком протектора, это уже старое требование, на одну ось ставим только с одним рисунком протектора. А штраф за это какой теперь будет? Это тот же самый штраф, получается, управление транспортных средств с перчей неисправности. Что касается машин юридических лиц, даже штраф гораздо больше 5 тысяч за выпуск на линию таких транспортных средств. И требования к устранению. То есть если человека остановили на посту, допустим, с неисправными, он должен это устранить как с тонировкой. Нет, могут выписать требования, но как вот при условии внесения изменения в конструкцию, но это совсем другая история. Я думаю, в данном случае только выпишут штраф. Появились у нас и другие изменения к транспортному средству. Вот это нестандартные колеса, глушители. Вот давайте, да, про это еще немного поговорим. Да, у нас сейчас в данном случае, ну и в городе вообще сейчас наблюдается такое массовое, особенно со стороны молодежи, применяемость, например, разного различных шин, которые не предусмотрены конструкции на автомобиль, там старой модели, либо там всякого рода, ну там красивые, может колеса кто-то выбирает. У нас требование регламента, и в данном случае теперь и перечень одно. Устанавливать на автомобиль те колеса, которые предусмотрены с завода-изготовителя. Это либо в инструкции по эксплуатации, либо на табличке возле водительской двери, там указывается давление какое, радиус и сама размерность шин. Вот, что же касается установки, например, другого типа двигателя. То есть у нас сейчас в массовом порядке на автомобиле Нива ставят двигатели от переднеприводных машин. Так, на Газели зачастую люди с переоборудованием обращаются по установке других там моторов, другой мощности, либо там от иномарок. Вот, что хочу сказать в данном случае. Ну, изменения еще и системы выпуска также недопустим. Вот, хочу добавить, это очень такой вот серьезный. Сейчас очень много жалоб от жителей города Рязани, которые в спальных районах после, например, ну, после девяти вечера в ночное время жалуются на то, что происходит дрифт на их площадках, на парковках. Вот, и шум не дает спать, там, отдыхать людям. Вот, что хочу сказать. В данном случае нарушение-то тоже у нас карается штрафом всего лишь 500 рублей, который может быть оплачен в течение 20 дней 250, то есть в половину. Но, в данном случае, если автомобиль у нас задержан, выявлены такие нарушения, он изымается, перевозится на пункт технического осмотра, где с экспертом производится осмотр этого транспортного средства. Пишется заключение, водителю дается 10 дней на устранение данных недостатков. Вот, если в случае 10 дней он никаким образом не устранит, не покажет, а продолжает на нем передвигаться, ой, ну, не передвигаться, а не устраняет эти недостатки и попросту наплевательски на это относится, данный автомобиль будет снят с реализационного учета. И, впоследствии, чтобы поставить его на регистрационный учет, ему надо будет пройти процедуру технического осмотра, где эти все изменения также ему не дадут пройти этот технический осмотр. То есть, тем самым, вот такая вот реакция госавтоинспекции по, ну, можно сказать, по просьбе жителей города и вообще по нормативу технического регламента и вот этого вновь вступившего перечня неисправности, вот такая работа проводится в госавтоинспекции. А если человек решил, вот как раз, допустим, прогорел у него глушитель, что-то еще, что-то ему нужно менять, как ему узаконить эти изменения в своем автомобиле? В настоящее время, уже получается, с 2019 года у нас возведен в рамках государственных услуг процедура переоборудования. Состоит она у нас из двух этапов. Первый этап человек предусматривает, то есть, внесение изменений в конструкцию, то есть, замена двигателя, там, на автомобиле «Газель», изменение загрузочного пространства, установка каких-то, там, внештатных, но сертифицированных компонентов к транспортному средству. Он обращается в лабораторию, в любую коммерческую лабораторию по оценке единичных транспортных средств, которые аккредитованы. Ну, находит в интернете, у нас в Рязани они достаточно широко представлены. Подготавливается заключение о соответствии данных изменений требований безопасности, направляется в госавтоинспекцию, на почту, все эти вот конторы, они направляют в госавтоинспекцию, да, в данном случае по городу занимается мое подразделение. Мы выдаем разрешение, проверяем последовательность и порядок этих изменений, прописанных в этом заключении, выдаем разрешение. Потом происходит процедура самого переоборудования, то есть в сертифицированном центре владельца автомобиля, либо это лицо по доверенности приходит, оформляет технически эту процедуру переоборудования и опять едет в эту же лабораторию для оценки требований, которые были заложены в заключении. Опять же это все направляется нам, приезжает к машине на осмотр, мы выдаем свидетельство о безопасности конструкции данного транспортного средства, с этим свидетельством машина перерегистрируется. И уже получается автомобиль с внесенными изменениями едет законно на основаниях с соблюдением всех требований безопасности. И такой вопрос, в преддверии вот уже такого похолодания осеннего сезона, отопление уже в Дамадале и автолюбители интересует вот какой вопрос, когда перебываться? Когда нужно менять свою летнюю резину на зимнюю, чтобы не встать в очереди? Когда нужно об этом задуматься? Ну, в основном по техническим характеристикам зимней резины все это делается так. То есть, если среднесуточная температура у нас, например, ниже плюс 7, уже допускается перебываться в зимнюю резину. Особенно это касается неошипованной зимней резины, с этим затягивать не стоит, особый дискомфорт не почувствуете. Вот более сложно, это у нас весенний период, уже когда все открылось, асфальт уже сухой, люди начинают перебываться. Но, поймите, этот порог в 7 градусов, он получается так, что если летняя резина в данном случае, она слишком твердая и не обладает такими сцепными устройствами. Следующая есть сторона медали, то, что зимняя резина, она более 7 градусов, то есть, летом на ней ездить нельзя, она становится слишком мягкой и при боковом заносе будет очень нехорошие последствия, может потерять управление водителем. То есть, водителям просто нужно следить сейчас за температурой и вот... Да, конечно, это самый опасный период, такой межсезонье. Я думаю, что и водителям, и пешеходам, я думаю, что в любом случае надо, во-первых, относиться друг к другу доброжелательно, лишний раз уступить, чтобы, если человек что-то замешкался, уступить и пусть пройдет, либо там пусть проедет та машина, которая едет там со второстепенной дороги, если видите, что человек там, ну, как бы не то, что злостно не соблюдает правила дорожного движения, может быть, он это делает ненамеренно. В любом случае, сберегете вашу автомобиль, тем более сейчас тяжелая ситуация с запчастями и всякого рода ремонтом. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем и ответили на интересующие нас вопросы. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.